Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, здравствуйте Россия вперед Ах, кого-то мы сегодня потопчем Ах, потопчем Ребята, не боись, я здесь, я с вами Слушать только мою команду Я сказал, вперед, значит, вперед Так играть умеет сильна только наша Украина Самые ловкие, самые сильные, только белокрасно-синие Быстро и безмолокинные победят в желтоплакинные Утром ждем после обеда, где Россия, там победа Прячьте с быстрым всем уборным, и понаполе наша сборная Как кто-то хуже татарина Настоящие друзья приходят без приглашения Ага, подождите, а это вы решили, что вы Европе настоящий друг, или она? Как принимать будут? Ох, юбки Оце дорожка Куме, не переживайте, это только до границы, а там до самой Европы прекрасная бетонка Куме, а вы точно знаете дорогу до Европы? Да, конечно, значит, вот так 450 километров прямо, потом резко 15 километров вправо, потом 20 километров задом наперед, чтобы замести следы, а потом неизвестно Честно, я вот когда смотрел телевизор, это было еще в детстве, я вот очень и очень часто видел ваше выступление И вот я вот просто очень рад, что вот так вот свела судьба, что я вот все-таки теперь имею возможность с вами вот сейчас общаться и так далее И вот с учетом, опять же, нашей вот реальности, в которой живет уже Украина достаточно давно Я объективно понимаю, что вам, как комикам, сейчас очень сложно конкурировать с нашими политиками Потому что с такими авторитетными комиками, как Кличко там Абсолютно Ну, конечно, мы стараемся в одном концерте с ними не работать просто Мы проиграли Да, поэтому в последнее время почему-то часто нам задают вопрос, а почему вы в политику не идете, да, почему вот все там ломанули в депутаты Вот именно поэтому и не идем, именно поэтому и не идем, не хотим в одном концерте с великими комиками выступать Мы проиграем В Верховную Раду к трибуне подойдем и скажем, так это разве комик? Кто сказал, что не комик? Вот там один товарищ или другой, или третий Ну, а вот если вот объективно посмотреть, то может там просто больше платят? Может поэтому туда так ломанулись вот такие вот супер профессиональные комики, чтобы просто зарабатывать более серьезные гонорары, а вы просто скромненько так в стороне? Может быть, я думаю, что наверняка им платят больше, чем нам, но это в общем-то было бы смешно, если бы не было грустно Да Да, потому что, ну, смотреть на вот эту вот историю все как-то меньше и меньше хочется И понимать, ну, скажем так, ну, любой, наверное, здравомыслящий наш гражданин нашей Украины понимает, что люди там не думают о том, как сделать жизнь лучше Да, они не думают о том, как бы принять какой-нибудь закон, чтобы вот облегчить людям существование Да, вот они идут, кто-то защищает свой бизнес, вот, кто-то получить эту пресловутую, которую отменяют все время, но никак не отменят неприкосновенность Кто-то ради связей Да, кто-то решает свои вопросы, но очень мало, вот, особенно по последним событиям Мы понимаем, что очень мало там людей, которые действительно, на самом деле, хотят что-то сделать для страны Хотя бы они на половину своей зарплаты, которую они зарабатывают, отрабатывали половину своей зарплаты для народа Уже бы что-то было, понимаете Они даже на гривну не отрабатывают для народа Пока что то, что мы видим, это все против народа, к большому сожалению Против всего народа Я так понимаю, что вот это вот несравненное произведение, этот вот фильм, все-таки бриллиантовая рука И фраза, чтоб ты жил на одну зарплату Я думаю, это фильм ужасов для наших политиков, которые, ну, объективно, ну, я думаю, что вряд ли живут Хотя, вот, вы знаете, в последнее время изменилась тенденция И теперь, получается, дали возможность, наконец-то, топ-чиновникам назначать самим себе зарплату Замечательно И премии Это замечательно По 100 тысяч, по 500 тысяч, по миллиону Некоторые даже там по 20 себе назначают То есть, ну, вот, как вот, я так понимаю, что объективно комментировать как гражданин Украины, это тяжело А вот с какой-то вот юмористической точки зрения, я думаю, что, ну, можно попробовать, во всяком случае Вы понимаете? Причинозные слова у меня просто кончаются, когда комментировать это начинается Мы вот совсем недавно очень, там, вот, на эту тему говорили И есть у нас такая в задумке один проектик, телевизионный Да А вот Там будут два наших достаточно известных персонажа, но на эту тему говорит тоже Просто, просто такое впечатление, что им просто нужнее Вот понимаете? Им нужнее, чем народы, да Да, потому что, ну, смотрите, у людей, дети учатся, ну, в наших школах, да Ну, сколько им нужно, вот, там, для того, чтобы, ну, 20 гривен, для того, чтобы пообедать, да Конечно А у них дети в Лондоне А там 20 гривен Там же дороже Там же попокушать дороже, обучение дороже Проживание дороже Проживание, да, им же все дороже, опять же, влетать туда-сюда Дороже Яхту, чтобы с школой сейчас ехать Проживать, обслужить, это, наверное, все же нужны деньги Поэтому им просто, просто нужнее их стоит Поэтому они и увеличивают себе зарплаты А это вообще, ну, по-моему, это очень, особенно в нашем экономическом состоянии, да Это очень мудро, когда сам себе назначил зарплату Да Да Жаль, только вот не разрешают остальным, вот, гражданам Украины Самим себе назначать зарплату и премию А им не надо, остальным не надо Так как им, так как им не надо, да Это Как в том анекдоте Пойтется за старый анекдот, что Сережа, может кто-то еще любит красную икру Он так, навряд ли, как я Вот они пока, они больше любят деньги И им больше надо, чем кому-то либо Другому Из проживающих в Украине Как подумать Как по мне, как по мне, это чистое обворование Он чисто, он честный, ну, я не знаю, можно ли назвать Ну Не, ну, можно Честное обворование можно Потому что они же ему Честно, они говорят, ребята, мне, допустим, там, миллион надо И люди платят, люди платят, все А почему людей никто не спросил А людям Вообще-то тоже надо жить И хочется жить И хочется и пирожные съесть И хочется в кино сходить И хочется, я не знаю, с семьей где-то поехать отдохнуть Это не так, как им, все-таки Да, это не так, как им, да Но вряд ли, как им Но люди как Пипл хавает Значит, мы поднимаем И все Пипл дальше будет хавать Будем дальше поднимать Пока у Пипла не лопнет что-то Скажите, а вот Как вот понять такой парадокс? Казалось бы, да Вот люди вышли на Майдан Там, 13-14 год Кричат, там, банду гейт, все дела Ну, тогда объективно жили лучше Было больше денег и так далее Вот Сейчас чиновники, можно сказать Им просто, ну, знаете Гадят открыто на лицо И абсолютно всех все устраивает То есть Легализировали коррупцию Через вот эти вот миллионные зарплаты То, что они воруют помимо вот этих миллионных зарплат Никто ничего не расследует И опять всех все устраивает Почему, получается, тогда, когда было лучше Люди выходили и возмущались А сейчас не возмущаются Давайте Давайте начнем с маленького Мы очень помним те годы И если говорят Случинного Влада Януковича То я тогда не знаю Какое слово Можно применить К прошлой Владе Сейчас, слава Богу Якобы, все-таки Движемся к миру, слава Богу Ну, смотрите И обмен пленными И так далее, и так далее Ну, сейчас давайте О сегодняшнем И чуть позже поговорим Вот При Петре Алексеевиче Это был Вообще Мрак Сколько людей погибло Война Отобрали Крым Донецк Это же Надо за это отвечать Все-таки Людей в тюрьму Но При Викторе Федоровиче Вспомню, как все начиналось Помните, три богатыря ходил Тернебок Кто там Кличко Может, три упоря И Яценюк И Яценюк Ну, их еще называли Погайдаевским фильмом Я просто не хочу Сколько можно уже Об этом говорить Они ходили и поднимали народ Украины А ничего не получилось Народ же не хотел подниматься Ходили толпы Смотрели на Яценюка На этого самого На боксера И на Тернебока Ну, интересно посмотреть В живьем Не по телевизору Но у них так и не получилось Поднять народ И тогда начались провокации Потом начал Майдан Потом за живое детей обидели Потом Майдан опять Потухал Потом опять убивали Нигоянца И так далее И это уже Раз, 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 раз Разрослось И Кто кричал Кричит Ловите вора Ну, понятно В основном Да, всем этим занимается Вот и все Что получилось Владимир Александрович Я чуть-чуть, может быть Не так ответил на вопрос Но мне очень хотелось сказать Я просто к тому Что Вот вы говорите Что всех устраивает Наверняка не устраивает Но это же нужно Себе в зеркало Сказать Что я зря ходил на Майдан Конечно А это же самое сложное Да, самому себе сказать правду Это самое сложное Смотрите Сколько уже На одни и те же грабли Мы Наступаем Сознательно В четвертом году В пятом году Да Грабли Упала страна На десять лет назад Откатилась После этой революции Немножечко Выровняла ситуация Опять Сейчас Если Если говорят Что мы Там Молдавию Не скоро догоним По уровню Производства Что дальше говорить Мне больше всего нравится Как они о земле говорят Продавайте землю Продавайте землю Ну элементарно же Понятно Вот Я не буду сейчас Брать объемы нашей Украинской всей земли Вот я живу Живу на земле У меня хатка Владимир Александрович Приходит ко мне Говорит Володь Продай мне землю Я говорю А сколько ты мне До цены Грошей Владимир Александрович А сколько ты хочешь Я говорю Стики Да не застикини Ну давай за половиночку Давай за половиночку Я отдаю Владимиру Александровичу Владимир Александрович Счастлив Там Допустим Место Сто надо было Заплатить тысяч Он купил у меня За тридцать Я счастлив Тоже у меня деньги Все хорошо Но потом Владимир Александрович Приходит ко мне Говорит Владимир Витальевич, так какие шантухи, здравый папирус, в смысле, це вже моя земля, підожди, я ж тут живу, не, це вже мое, і що, будемо йти? Ну так і буде. То, к чому нас призывают. Я смотрю, як ці нелюди, по-другому я не можу їх назвати, нелюди, с какими лицами, патриотическими лозунгами ззывают весь український народ, що треба продати землю. Ви посмотрите, як вони преданно кажуть, що все буде добре. Так у вас вже все добре, ребята. Ви ж тут не живете, ви вже все там. І якщо зараз взяти многих анкетків, так вони вообще ніоткуда. Кто вони, откуда вони взялись, вообще непонятно. Ну, саросята, понятно, і це вже ясно. Все написано давним-давно, як до нас. І все все знають, що ребятам здесь не жити. А якщо жити, то себе вони оставять, все нормально. За них можна не волнутися. Почему над народом так издеваються? Почему дають право, таке право, издеваться над народом? Кто їм дал право? А вони самі себе взяли це право. Так вони тоді не слуги народу, а не слуги дьявола. К сожалению, думаю, народ, к сожалению, выбирал из двух зол меньшее. І думали, що я тоді голосував за Зеленського. І об'єктивно розумів, що якщо ще й далі цей бородір і корупційний станет в своїй власть, то тоді вже вже в принципі України не було б. Ну, мені, во всякому слуху, так кажется. Хоча сейчас просто ми її в розницу продаємо, а не офтам, так, коли хотів прошлої, а гарант Конституції. Хоча, якщо щас називати гарант Конституції, що Порошенко, що Зеленська, це, наверное, вже тоді шутка чи анекдот. Ну, вот как-то да. Ну, все сейчас у нас, знаете, уже вот все, как говорят, история повторяється. Банальна в последнє время фраза, але тем не мене, що сначала трагедія, а потім фарс, да? І зараз все, в общем-то, у нас якісь юмористичні слова. Правительство, ха-ха-ха, Верховна Рада, ха-ха-ха, гарант, ха-ха-ха, ну, как-то все, Давоз, ха-ха-ха, давайте зайдем вместо Великобритании. Ну, послушайте, ну, ха-ха-ха, інвестору няньку поставимо, ну, ха-ха-ха, ну, все-все как-то ха-ха-ха. А вот если вот посмотреть, вот как вот было, когда было проще развивать именно вот в культурном плане творчество развивать в Советском Союзе, или вот когда он уже распадался, или все-таки вот в нынешних реалиях, потому что, вот как мы знаем, вы же, условно, занимались творчеством, занимались юмором тогда, когда еще комедий-клаба и в помине не было. Да, конечно. Вот. И, тем не менее, вы же тогда застали, когда, как можно было самореализоваться тогда в этом направлении, и как можно реализоваться сейчас в этом направлении. Вот мне интересно, вот как вот... Комедий-клабом занимались в эстрадно-церковном училище, в коридоре. Вот то, что сейчас показывают нам, мы это прошли с Владимиром Александровичем, и много наших коллег, мы это показывали в коридоре. Это наши капустники, вы понимаете, тогда, лично вот что касается нас, Володи, нам было очень сложно в Советском Союзе, когда мы жили, нам было очень сложно выбиться. Почему? Потому что нас давили народные. Нас давили, не буду называть имен, потому что их сейчас нет. Артистов было много, да. Да. Передачи умористических было мало, и попасть в них невозможно было, да. И было нам очень сложно. Еще худсоветы. Когда еще, даже когда мы вдвоем уже работали, допустим, концерт «Ивашка» тогда был, помните, после Щербицкого был «Ивашка». Он был первым. Это очень короткое время. Да, да, да. Ты первый секретарь команды. Вот нам посчастливилось выступать перед ним на 8 марта. Нас выпустили, как молодые, уже везде у нас дорога. И вот мы уже в дуэте вышли с Владимиром Александровичем. И обязательно у нас цензор, обязательно брали номер и смотрели, чтобы, не дай бог, мы кого-то там не обидели. Вот они вырезали все смешное. Причем направленно вырезали все смешное. И говорили, давайте вот-вот-вот без этого. Мы говорим так. А номер о чем? Вы же сказали, что гумористы. А дашь гумор? Еще вопросы будешь задавать. Так мы тебе через 5 минут, через секунду вычеркнем, и тебя в этом концерте не будут. А тогда выступить в правительственном концерте – это уже намек на звание. Ну, это статус. Да, статус. Это очень ценно. Но уже. Если понравился, то все в порядке. Вот. А мы выходили с Владимиром Александровичем. В зале в этом самом, за кулисами стояли люди. В черненьком. Мы выходили и работали. И, допустим, мне по номеру надо положить руку в карман, засунуть. Мне говорили, руки! Все! Да. Но мы работали, мы работали с Вовой, ничего не вырезая. А не вырезали мы. А мы работали так, как было написано, как мы сделали номер. И когда он смеялся, а тем более еще сделал вот так, они выходили, молодцы, молодцы. Вот видите, вы учли наши замечания. И все. А работать стало нам легче, конечно, после 90-х. Вот 90-й, 91-й, когда мы ушли на Вольный Хлеба. Вот тогда нам стало легче работать намного. Владимир Александрович, продолжи ты. Ну, а самый расцвет, наверное, вот, скажем так, массовый расцвет украинского искусства и эстрадного, и театрального, и, я не побоюсь этого слова, и классического, да, и оперного. Это все-таки вот период Леонида Даниловича Кучмы. Это был расцвет. Это было действительно, потому что, во-первых, рухнули вот эти цензурные рамки, во-вторых, еще вот какая-то, работала какая-то внутренняя цензура. Вот у нас она до сих пор существует, да, у нас мы никогда, у нас есть какие-то вещи, которые мы понимаем, что эти вещи со сцены говорить нельзя. Мы не смеемся над людскими пороками. Да, ну, у нас несколько таких, да, да, таких вот табу. Это, понятно, такой штамп советской системы образования. Да, может быть. Там же не все было плохое, безусловно, я же по этому и говорю. То есть, если автор написал какую-то репризу в тексте, а мы знаем, что это старый анекдот, мы никогда этого не... Потому что мы знаем этот анекдот, да, даже если его там подавляющее большинство зрителей... Так запрещалось, анекдоты рассказывать запрещалось со сцены? Ну, считалось, не запрещалось, а всегда с дурным вкусом. Дурным вкусом, да. И ты можешь вылететь даже, да. Это дурный вкус. Ты должен рассказать то, что написано, то, что проявили, то, что заверено. Это в советское время. Вот. А, да, при Леониде Даниловиче, конечно, это был расцвет. Вот, и было огромное количество работы были... Залы были исправлены. Залы были в замечательном состоянии. То есть, ну вот, и потом, вот, как ни стало, поэтому мы вспоминаем эти времена с таким каким-то, с ностальгией такой хорошей. Это, наверное, был первый президент, который смеялся на выступлениях юмористов. Искренне, да. Искренне. Леонид Данилович Кучма. Причем он любил артистов. Он посещал очень часто концерты. Он посещал вечера, там, допустим, Злотник, Саша, или там тот же Репчинский, Юра, или Ротар. Он любил артистов. Он до сих пор любит артистов. Причем для него не было. Он любил артистов, как своих, украинских, так любил и российских, и казахских, и белорусских, зарубежных. Все приезжали, все выступали. Вы вот тогда и, в принципе, вообще могли представить, что у нас в Украине когда-нибудь будет такая ситуация, когда будут какие-то банды бродячих патриотов бегать за артистами и сорвать концерты? Никогда. Никогда. Причем никогда не могли представить, что может возникнуть такая ситуация. Вот у нас в феврале 15 концертов сорвали здесь, в нашей родной стране. Причем, ну, такое впечатление было, что это такая очень, какая-то целенаправленная акция, потому что вот как по команде все интернет-ресурсы стали трубить о том, что вот до нас сейчас, с Россией, едут гумористы. С какой Россией мы едем? Я живу на Соломенке. Преподает профессор в Киеве. Преподаю в Университете культуры и искусств. Вот. С какой Россией я еду? Ну, тем не менее. Но запустили. Вот, едут злочинцы, значит, ну, запроданцы. Вот, это понятно. Поддержали Крым почему-то мы. ФСБшники. ФСБшники, наверное. Ну, да. В 18-м році выступали на сторичке комсомолу. Смонтировали ролик, где похожи на нас люди, то есть невооруженным глазом видно, что это не мы, кричат Ленин, партия комсомол. Ну, это нужно, кому-то было. Кому-то надо. Кому-то было. И потом, как по маневению волшебной палочки, раз, и все это прекратилось. Вот. Я, ну, знаете, никогда не могли себе представить такую ситуацию, что правоохранительные органы посоветуют нашим устроителям не проверять, то есть не проводить эти концерты, потому что сказали, что мы не можем гарантировать безопасность. Такого не было. Вот такого мы точно не могли никогда представить, потому что, ну, а зачем вы тогда, ребята, нужны? Ваши правоохранительные органы. Давайте разберем этимологию слова, да? Правоохранительные. То есть эти органы должны охранять права. Людей, которые пришли в зал, людей, которые выступают на сцене. Ну, как минимум. А если вы говорите, что вы не можете безопасность гарантировать, ну, так и... Ну, просто как практика у нас в Украине показывает, что обычно эти правоохранительные органы и контролируют, и организовывают эти банды бродячих патриоти. И тут надо поспорить. Дело в том, что... Ну, это далеко не всегда. Нам звонили и из городов, я имею в виду, и Днепр, и Херсон, и Николаев. Именно, причем, солидные, в солидных должностях люди, и говорили, «У нас такого не будет. Приезжайте и выступайте». Но я к чему еще... Ну, это мы уже в следующий раз. Да, но я хочу сказать еще. В криминальном, так сказать, мире, в криминальном мире запрещено обижать детей, проституток, артистов, адвокатов и врачей. Запрещено в криминальном мире вот эту категорию людей трогать, дотрагиваться. Грабить, бить, избивать. Запрещено. Если в криминальном мире это запрещено... Так кто эту, которая приходит, чему, и запрещает нам выступать? Тем более залы проданы. И причем их кучка людей там, ну, 5-10, а люди 600-700 тысячники пришли люди на концерты. Вы же не забываете, что есть же такая у нас практика, это же новый вид заработка, потому что те люди, которые сильно занимаются патриотизмом, они же в основном нигде не работают. Это понимают. Мы все это понимаем. Но тут другое было. У нас есть тут город один, рядышком, с мэром которого мы в хороших очень отношениях. Действительно, в хороших. Мы симпатии относились друг к другу. Он нас приглашал, мы у него выступали. Давно очень знакомы. Да, давно очень знакомы. И у него должны быть концерты. И там, значит, они сказали отменить. И вот я набираю этого мэра, чтобы с ним поговорить. Он трубку не взял. Я ему пишу, пожалуйста, отпишитесь. Хочу поговорить, узнать цель и вообще, почему вы дали отмену концерта. Он не перезвонил. Вот цена этим мэром. Трусом. Не, ну, шкуры у нас были всегда. Шкуры всегда. И вот если вот все-таки докапываться до сути вот этой проблемы, может быть, просто у вас юмор какой-то не такой. Может быть, просто, знаете, у нас вот очень принято говорить, что у нас информационная война везде. А как мы знаем, юмор, он, знаете, он вроде как бы и вроде и смешно, а вроде и может настолько сильно ударить и бить по всем вот этим, знаете, мифам, националистическим бредням и так далее. То есть, может быть, скорее всего, вас воспринимают как угрозу вот эти вот маргиналы и радикалы, которые вы не скачут и бредят. Может быть, но мы же пока никого из них не трогали. И в программе у нас ничего нет. Вообще нет ничего. Нет, есть, есть социальные, без номера, конечно, потому что, в общем-то, ну, жить в обществе и быть отдельным от общества невозможно. и какие-то, но их на всю программу, на двухчасовую программу, ну, два номера. Все остальное чистый юмор. Я вот просто, знаете, о чем подумал, что вот из любой ситуации, даже самый плохой, ну, нужно всегда искать какие-то вот позитивные моменты и максимально использовать ее на свой счет, ну, в пользу. Вот, поэтому я вот, честно, вот задумывался, я не мог понять, вот как, какие-то беговые там концерты срывают и так далее. Вот, у нас же сейчас, вот на самом деле, открылась уникальная для юмористов возможность. У нас идут такие процессы, как там, декоммунизация, там, улицы снова все там, всякие малообразованные, безработные беговые там памятники срывают и так далее. И им получается, вроде как, из-за этого ничего и сделать-то не могут и никого же не сажают принципиально, потому что, знаете, тоже герои, что-то там. Поэтому я вот даже вот, как вот пародий, вот у меня сразу вот вырисовалось вот такой вот дуэт, вот активист это грантуид. Что вот, в общем, такой дуэт сделать, что вот активисты и грантуид между собой обсуждают разные там жизненные ситуации, истории и так далее. Я думаю, получилось бы просто шикарно. Или, например, Рагуль это запроданность. В принципе, то же самое. Как? Рагуль это запроданность. Вот такие вот яркие и на самом-то деле... Позором брать. Ну да, во всяком случае идея очень хорошая. Вот да. И вот, в принципе же, надо высмеять вот этот моразм, который у нас происходит. Я вам сейчас расскажу. У нас был, есть номера, даже не номера, а песни, посвященные вот таким товарищам. и один раз у нас было выступление, когда товарищи такие вышли на сцену. И мы работали на улице, на свежем воздухе. Было море народа. Ну, сами представляете, бесплатный концерт. И эти ребята вышли с плакатами, значит, чемодан, вокзал, Россия. Ну, этот весь фарш. Стандарт. Стандарт, да. Ну, концерт мы доработали как запланирован был. Все. Мы отработали все. Получилась такая ситуация, что сначала было, конечно, неприятная история. Вы вышли, люди стоят на сцене, да, и мы как-то... Затушевались, да, честно бы так. А потом люди, да, и мы им что-то отвечаем, они без микрофона, мы в микрофон, она нас слышит, их нет. Но вопросы, зрители понимают, в чем дело. И мы смотрим, и зритель, в общем-то, за нас. Мы говорим, ребята, они не мешают вам? Они говорят, не, они не мешают. Мы говорим, ну, тогда поехали. И мы работаем в концерт. Они стояли. ты сказал, отойдите, встаньте туда. Вот в сторонку. Встаньте. Они встали с плаката. И вот мы в сопровождении, с шоу-балетом. Да, у нас шоу-балет был. Впервые в жизни, шоу-балет, правда, статичный, но тем не менее. Они стояли справа, мы работали в свою программу. Они мешали немножечко, но когда мы начали петь про них песню, песню, не называя нам ничего, просто пели песню. И зрители, они ж, понятно, терпеть не могут. И все их не знают. Причем там не один город, а несколько городов знает этих всех товарищей. И они, я вижу, сидят счастливые. Е-е-е-е-е-е-е-с, народ, да. И тут они понимают, что их по полной программе на них выливают ведро, помоем, и они полезли драться. Причём женщины. Вот что самое. Их же бить нельзя, толкать нельзя. Но они этим пользуются. А нам надо работать. Извините меня. В конечном итоге, слава Богу, охрана быстренько их в стороночку. А теперь представьте, если мы сделаем такие номера. Мы не будем называть по имени кто что. А вот Рагуль и этот самый. Рейтинги. Вот теперь представьте, что они на концерте будут. Весь зал придёт этих Рагуля с гранатами. Это же прекрасно. Шоу-балет бесплатный. Шоу-балет. Тем более сейчас уже 21 век. Есть YouTube, есть много платформ, на которые Рагулям не добраться. Чисто физически. Это просто как идея. Может быть, как-то ягодица. Это же сейчас в воздухе летается. Да, да, причём у всех. Ну, всем понятно было, что при прошлом, прости господи, гарантии, то всё это бы жёстко пресекалось. Ну, я, во всяком случае, об этом чё-то знаю при Порошенко. Любые там поползновения на вот эти вот бродячие банды патриота и так далее, и так далее. Тем более на его эту банду, на этих мародёров, коррупционеров. Это же были святые люди. И во многом даже и сейчас из них вот этот нимф святости ещё не пропал, как утверждает наш генеральный прокурор Левошапка. Вот. Объективно понимаю, что... Ну вот, я тоже же это ощутил на себе, потому что два года и три месяца меня в тюрьме при Порошенко продержали, потому что, ну, вредный журналист, знаете, вот проще, когда он в тюрьме, а не на свободе. Вот. И я объективно понимаю, что тогда было так. Если вот брать сейчас, то мы все эти темы, в принципе, можем уже поднимать на свет и обсуждать их, рассказывать, высмеивать и так далее. Потому что тот уровень маразма, который, к сожалению, происходит, это, ну, просто что-то невообразимое. Одно дело, вот, там, памятники сваливать, но другое дело, там, у нас же есть ещё и атомные электростанции, есть ещё и гидроэлектростанции. Они всё это снесут. Есть ещё, например, остались ещё заводы, которые вот невыгодно было резать на металлолом и вывозить в Турцию. У нас же ещё, как бы, там промышленность советских-то времён осталась. И вот, я думаю, что вот конфликт олигарха с рагулями и заброданцами, он, в принципе, потенциально существует. вот, потому что, вот, зачем вот заводы, которые ещё строились тогда в супертоталитарной мегасистеме, вот, рабами и всём остальным, должны бы существовать сейчас и приносить доход в бюджет Украины, если их можно тоже вырезать и вывезти в Турцию на металлолом. Это можно, я думаю, сказать, называть спецоперация-декоммунизация. Вот как-то вот так и вот таким образом вот обсуждать и показывать вот эти планы. Украинизация уже, а не декоммунизация идёт. И прийти уже, а ещё как этому всему продать землю, вот, и, в общем-то... Не, ну, с учётом того, что если там один будет замотан во флаг, а другой одет в вышиванку, это будет как раз нормально. Прокатить должно. Ну, понимаете, ну, слава Богу, слава Богу, что мы никогда их не боялись и не боимся. И я вам скажу, что мы обязательно будем выступать в Украине и будем ездить по всей Украине. И, допустим, чтобы там не говорили о Западной Украине, Львов, Тернополь. Да ничего подобного. Вот такие люди. Замечательные люди. Только вот эти вши, вши, а их очень мало. Ну, даже если на весь Львов там, ну, сто человек, двести, тысячи наберётся, но это не миллион. И вот они мешают работать. Они мешают жить. Они мешают жить всей Украине. А вот вы, в таком случае, теперь, вот, понимаете, вот уровень социальной ответственности вот артиста и любого другого человека, который может доносить информацию до больших масс населения. Вот получается, сейчас вот все эти люди, вот блогеры, там, лидеры общественного мнения, артисты, музыканты и так далее, они, по сути, стали вот на, вот, передней баррикаде, условно, там, на первой линии обороны от вот этих всех негативных, неадекватных, абсолютно проплаченных маргиналов, которые бегают и пытаются всем навязать свое какое-то убогое, свое какое-то убогое мировоззрение. И вот, на самом деле, можно назвать это уникальным временем, когда живут вот все эти люди и действием своими, творчеством, донесением информации, это вот, и в этом, наверное, есть вот социальная функция всех вот этих лидеров общественного мнения, артистов, и в том числе. Просто вы, возможно, вот вы раньше вот не так ощущали, не так понимали. Может, сейчас вот уже это понимание, оно все-таки начинает прорисовываться, и вот, чтобы это всем было ярко и понятно видно? Ну, уже как, да, наверное, уже как-то понимаешь, что переходишь в другое качество, да, то есть, да, 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 действительно, надо как-то говорить, открывать глаза, надо заставлять как минимум молодежь читать. Я как человек преподающий, да, я могу сказать, что так наэкспериментировали с нашим образованием современным, что это просто бедные дети. Ну, в общем-то, да, они немые, дети выходят после школы немые, они элементарно не умеют формулировать свои мысли, у них минимальный словарный запас, минимальный, они, ну, они очень жалеют, что нельзя, скажем, ненормативную лексику употреблять во время лекции, потому что им для связки слов не хватает каких-то, они делают большие паузы между словами, со словами, да, вот, понимаете, и, в общем-то, особенно я преподаю режиссуру, а там, в общем-то, ну, в общем-то, нужно уметь формулировать свою мысль для того, чтобы доказать и объяснить, аргументировать свой выбор, да, какого-то произведения, которое ты ставишь, и, и вот это, когда тебе начинают, вот это, типа, ну, этот, отсюда, а вот это, неизвестно, во-первых, на каком языке, я говорю, золотые мои, давайте мы говорить об украинской умове или народной, говорить, какой сегодня ее умовы. Чтобы было заразумено. Не, какой сегодня ее, вы же, повинен, поруби, так не считают. давайте, давайте, у себя в домах. Я вам скажу, мы когда учились в странно-церковом училище, мы когда нашему педагогу говорили, что, а вот Евстигнеев, там, допустим, или, или Смахтуновский, он говорил, давайте не будем ориентироваться на гениев. Давайте на гениев ориентироваться не будем. это не разум. Вот. Кто, кто как считает. Вот это вот еще, и, понимаете, они, мы прекрасно понимаем, зачем это делается. То есть, им очень легко вкладывать, у них серое вещество, они не заполнены информацией. Да, и им есть куда вкладывать вот эти вот бредни, вот эти вот идеи. вот эти вот идеи, да, это как, ну, не паханное поле. Нет, с нашим образованием есть, в принципе, опасность того, что юмор просто понимать не будут многие, и все придет вот к какому-то, знаете, английскому юмору, когда вот дал пинка, все засмеялись. Ну, это скорее американский, да? Американский, да. Это правда. Английский там есть. Это правда, потому что, ну, вообще какой-то умный юмор, интеллектуальный юмор уходит, и иногда я ловлю себя на мысли, что я вот со студентами шучу, они меня не понимают элементарно. И поэтому, то есть у меня достаточно принципиальная позиция в этом смысле. Я там на первом курсе даю студентам список литературы и говорю, что если до конца первого курса вы это не прочитаете, можете не приходить. Да, можете на втором не приходить, потому что нам не о чем будет говорить. То есть вы меня не будете понимать, мы будем в параллельных мирах существовать. Те же требования были к нам, когда мы учились, педагоги также нам говорили, вот литературка, вот вы ее должны прочитать. Когда вы будете читать ваши проблемы, но вы ее должны прочитать. На втором курсе вы должны вот это еще прочитать, и вот это. Вот так. И плохо, конечно, что, допустим, вот в странно-церковой, там, академия, к сожалению, ну вот я не знаю, старый, вот новый, говорят, очень хороший, слава Богу, директор пришел. Когда мы учились, у нас была практически с первого курса, практически специализация, уже нас, как бы собачек, натаскивали, натаскивали, пробовали. Причем, допустим, если ты артист разговорного жанра и на мастерстве актера, то к тебе больше было требований. и, ну, скажем так, били палкой в хорошем смысле этого слова. Допустим, вместе с церковым артистом это не очень надо, потому что у них главное что, его величество трюк. Вот. Ну, выйти и ловнуться, это бы мы все умеем. А главный трюк тоже сложный жанр, сумасшедшая профессия, очень тяжелая, сложная. Вот. Но и церковые, и эстрадники, мы уже потихонечку, нас так раскочегарили, уже после второго курса мы ездили на практику. После третьего курса мы ездили на практику. По 30 концертов давали. А сейчас, к сожалению, мне так жалко этих бедных, молодых наших скубентов, которые вот учатся в своем соку, варятся, и бедные выходят, и куда податься. Причем талантливые. Наша школа, особенно эстрадная, церковая, извините, университет не беру, вот, просто там, где мы варились, на нашей кухне. Все, эстрадная церковая, Наташа Могилевская, Андруша Данилка, я не говорю о нас с Вовкой, Наташа Рожкова, и Лобода, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все профессионалы, по сути. Все профи, какие, звезды, акробаты, ведь наша, вот Юрий Позняков, есть замечательный педагог, Николай Баранов, замечательные это педагоги, которые, номера которых берут первые места во Франции, в цирке Дусилей, да, работают в Монте-Карло, первые места берут, гран-при берут, их никто не знает, они никому не надо. И работают где угодно, только они здесь. Только они здесь. А вот хотел вот вас уточнить, а вот как изменялось, вот как изменилось общество украинское с времен Советского Союза, там, с 90-х и сейчас. То есть, в любом случае, есть вот такая тенденция на изменения. И какие эти изменения у нас? Потому что вот изменение, скорее всего, может там влиять какая-то общественно-политическая ситуация, уровень образования и так далее. То есть, как изменились именно люди? И в чем это именно выражается? Изменились, я считаю, достаточно сильно. Сильно. Мы из, скажем так, очень доброго, отзывчивого, благодушного, гостеприимного народа превратились в каких-то обозленных, ущербных, ну, скажем так, маморально ущербных, да, каких-то даже независливых, а каких-то очень недоброжелательных. Я просто подбираю слова недоброжелательных людей, это в частности проявилось вот в этой истории с нашими людьми из Уханя. Такого в советском представить себе такую ситуацию. Да, я понимаю, конечно, это вот эта вот история с самолетом, это не была изначально история спасения наших людей в тяжелой ситуации, да, то есть это была пиар-акция одних и анти-пиар-акция других, да, то есть если вы действительно пытались спасти людей и действительно пытались их как-то обезопасить от смертельной, не побоюсь этого слова, опасности, да, то за две недели подготовки этого самолета можно было подготовить помещение, завести туда оборудование, да, как минимум, какие-то защитные костюмы, как минимум, маски, да, не вести просто так, абы куда, чтобы они две недели отсиделись. Понимаете, лучше же написать хорошую презентацию, слайды сделать, ярко все это показать, сказать о том, что мы всех порвем и пойти бухать. Вот. И этих людей анти-пиар-акция, она, ах, вы решили попиариться, мы вам сейчас пропиарим, да, и этим людям, которые выходили, тоже не сказали, что это едут, не больные, не зараженные, не инфицированные, им сказали наоборот, это едут больные, и вы теперь все умрете, поэтому пошли, станем к костьме и их не пустим, да, то есть, о людях никто не думал вообще. Ну и, скажем так, сейчас, немножко я подзбился, ну и ситуацию, а, и представить себе такой пост, что не тот самолет сбили, ну кем это надо быть, чтобы такое написать? Не таково же не секрет, что у нас в Украине очень поляризированное общество, есть у нас вот такая маленькая-маленькая группа, вы знаете, одиозных таких, маргинальных, неадекватных, там туда скорее всего затесались большинство там психбольных, такими суровыми расстройствами, психологическими, там знаете, там всякие тягнебоки, эти самые эвфориумы, там гроздовые и так далее, то есть, вот, и от этих людей, вот, потенциально, вот, таких вот, ну, я их считаю просто душевнобольных, слышать что-то другое, например, но я, например, и не стал бы, то есть, то есть, то есть, к сожалению, у нас просто скорее всего в политике может спекулируют на этих персонажах и используют их недушевные расстройства в своих корыстных целях. Я вам так хочу сказать про этих доброжелателей, вот они все время говорят, что в Радянскому Союзе украинскую мову забороняли, они врут и глазом не моргнут, но люди-то живы, люди помнят. Есть такие прекрасные у нас ведущие, которые работали в Советском Союзе, были намбарами, намбарами, это Татьяна Цимбал, это Светлана Белоножка, это, к сожалению, наш прекрасный тоже друг Александр Сафонов, Волк, и так далее. Украинская мова, да у нас целый день в селе працювало радио, где были украинские спектакли, и Максим Мартин Боруля, и там, и еще масса спектаклей, все было украинской мовой, письмени спевались и украинские, и украинские, но все было украинской мовой, кому они рассказывают, что была российская мова, ну кому, ну мы вот свидетели, мы же, мы же не молодые, мы же это помним, все прекрасно, и знаем, зачем они, ну понятно, зачем, они закакивают мозги молодым, зачем, а есть такие, что наши, так сказать, нашего возраста, да, нам, кто тебе навязывал какой-то другой язык, при чем? Может, память и что-то не так? Язык был красивый, украинский, литературный, литературный, как, даже я вот сейчас слушаю тоже цимбал, к сожалению, почему ее мало показывают, даже Света Белоножка, блестящий, литературный украинский язык, блестящий, а сейчас я смотрю, вместо автокатастрофы, допустим, трошка, я понимаю, ну, и очень много именно диалекта западенского с польскими делами, вот сейчас вкрапляются в украинскую, не вкрапляются, а просто выбрасываются пачками в украинский язык, в прекрасный, мелодичный украинский язык, и такие слова, что просто иногда не знаешь, а еще начинают придумывать, например, слово такое накшталкт, а чем вам плохое слово на приклад? Понимаешь, и они говорят про чистоту украинского и только они знают, что такое украинская мова, брешут, даже если вымерен, так и не врет, как они. Вот следующий вопрос, у нас в Украине даже сейчас запрещены некоторые фильмы, некоторые артисты запрещены, у нас запрещены писатели, тенсоры, социальные сети запрещены, если вот, и с учетом того, что власть якобы поменялась, что нас ждет в будущем? Вот как вы считаете, что нам еще запретят? Тогда вопрос. А, кстати, на эфире очень тоже мы сейчас в квоты должны вкладываться и очень мало возможностей остается ведущим говорить на русском, там, 10%, я этим сейчас пользуюсь. Так, мы должны прийти на украинский но нам нет никакой мовы. Мы можем украинскую говорить абсолютно спокойно. Вот они все время там Родянский Союз и то-то-то-то. Подождите, а чем вы хуже Родянского Союза? Так вы хуже Родянского Союза. Те же методы, кстати. Те же методы не дают разговаривать, причем в России давали на всех языках разговаривать, то есть в России о Советском Союзе. Пожалуйста, хочешь казаки на казахском. Они неугодных запрещали. Тогда запрещали американские фильмы, запрещали Битл, запрещали музыку, запрещали, все это запрещали, как это, железный занавес был. А сейчас что вы делаете, друзья мои? Вы то же самое запрещаете нам жить. Вы запрещаете и не даете жить нормальным людям, развиваться, слышать, слушать, учиться, общаться. Запрещаете. Так чем они лучше, хуже? Я думаю, что вряд ли, что что-то, но все-таки я надеюсь, что вряд ли мы что-то будем еще запрещать, но раньше тогда в Советском Союзе запрещали Солженицына, сейчас запретили Булгакова. Булгакова нельзя сейчас окажется. Я так понимаю, за Белую Гвардию, за вот этого Петлюровского сотника, которого турбин застрелил, вот за это Петлюровцы показаны в негативном смысле. Хотя Булгакова, конечно, сильно не повезло, и в Советском Союзе тоже нельзя было. Тогда за Собачье сердце Зойкину квартиру, а здесь за Белую Гвардию. Но тем не менее, но я думаю, что просто вот это иначе, как улыбку, опять же, умных людей, вот эти запреты вызывать не могут, да, но я очень сильно смеялся, когда запретили фильмы со Стивеном Сигалом за то, что он встречался с президентом России. Я просто представил, какой был шок у товарища Стивена Сигала, когда он узнал, что его запретили фильмы в Украине, что я думаю, что он был, как минимум, в прединсультном состоянии, и очень сильно расстроился. Я больше переживаю за то, чтобы Путин не начал читать нашу украинскую конституцию, потому что тогда я тоже могу запретить. Какие хорошие мысли. Хорошие мысли. Да, да, да. И вот, с учетом того, что времени осталось мало, последний вопрос такой, я понимаю, что на него, наверное, сложно будет ответить коротко, а вот, понимаете, и вот вы ощущаете, чем отличается юмор в разных странах? Например, там, в Америке, там, в Индии, в Китае, в России, вот в наших постсоветских странах. То есть, в чем отличие, вот вы замечаете, если они есть, конечно? Ну, знаете, каждый народ, это язык другой, менталитет другой, другие праздники, там, я не знаю, все это другое. проблемы другие, да, и на этом, из этого и юмор исходит, понимаете? Вот мы с Владимиром Александровичем были приглашены в город Нур-Султан на фестиваль юмора. Ну, теперь Нур-Султан, а мы тогда еще восстанавливали. Это уже последний год. Это было в позапрошлом году. В позапрошлом году. Вот, например, интересно, вот нам, как юмористам, интересно, вот, у них свой юмор. Причем, они, бабахают, приехали и казахи, и узбеки, и... И туркмены были, и татары, и татары были, и нас, значит, как гостей фестиваля пригласили. Вот, Красная Дорожка, красиво встречали. Вообще, гостеприимнейший народ. Вот. И нам было интересно, мы не стояли там в гримёрке, мы с вами выходили, нам интересно это было, и за кулисами слушали, что-то мы, чего мы не понимали, ну, так, ну, извините, ну, не понимали. Ну, на узбекском не все было понятно. Ну, они молодцы, они работали на русском, чтобы всем все было понятно. Казахи работали, они перед казахами, и то, был и казахский язык, и русский язык. Никто не спрашивал, почему ты говоришь на русском языке, никто не задавал таких вопросов. Они работали, но у них юмор другой, они там в женщин переодеваются, не, ну, мы тоже в женщин переодеваемся, но у них темы, вот, бытовые, причём, очень бытовые, бытовые. муж изменяют. Дети, муж, жена, тёща. Да, да, В общем, вот такая здесь сильно бытовая история. Америка – это другой юмор. Извините, они ничего не стесняются. Я прошу прощения, они могут даже звуки издавать в микрофон. Да, это правда, это правда, но это не показывается по всему телевидению. Это если ты хочешь послушать это, бросай бабки и пусть тебе там на платном канале вышивают, звуки выдают, я не знаю, что угодно. Представить себе, что Comedy Club пойдёт по бесплатному каналу телевидения? Никогда. Мне никогда в жизни. Никогда. Стендап-шоу не идёт по бесплатному каналу. А, то есть в Америке всё там просто в плохие не дали. Есть открытые каналы, но стендап – это такой специфический жанр, это там могут они позволить себе там и словцом, дети не могут этого видеть. Категорически. У каждой страны свои проблемы и каждая страна над этими проблемами смеётся. Но есть, наверное, одна главная тема – это бытовуха. Как бытовуха там, как бытовуха здесь, и она всем нам понятна. Ведь есть же хорошие американские фильмы, где мы смеёмся, понимаем. Есть французские шикарные фильмы, где мы до сих пор смеем. Тот же Луи де Фюнесс и там, я вообще обожаю французские фильмы, комедийную французскую школу. Какой подбор, какие актёры, какая пахота, как работает, это счастье. Ну, эминентально мы, видимо, подходим друг к другу очень, потому что нам французские комедии смешные. Есть комедии американские, которые мы… Самое интересное, что мы были в Америке, когда с гастролями, это был 96-й год, ну, и так получилось, они же на всём экономят, на всём. Вот, полные залы, ну, вы поживите у нас немножко дома, ну, мы живьём, да. И там, значит, смешная история была. Собака, которая никуда нас не пускала. И из дома, когда они уходили, мы закрывались. Такая доберманджа. Доберманджа, да. Такая девочка приличная. И вот, значит, когда они приходили, они включали телевизор, собака возле дверей сидела с той стороны. И мы это смотрели фильм. Да. Но, ещё были детки. И детки уже по 16 было, по 17. И вот сидя, значит, мы с Володей, наш шеф сидел, режиссёр, и, значит, устроители этих концертов, муж и жена. Вот мы пятером сидим, извините, семером. Детки, два человека, и на ночь. И вот детки пока там лежат, значит, над этой каминей, аристической. И дошёл, лежат, просто бьются ногами, и пять рыл. И пять взрослых с ним. Взрослых. И друг друга смотрят. Что же происходит? Чего? Да, так что... Ну, ещё такой очень-очень короткий пример. Не знаю, знаете, вы её не знаете, но в советском фильме первый безумно нашумевший фильм эротически «Маленькая Вера» вышел, когда там, ну, очереди в видеосалон стояли очереди километровые, тут невозможно было попасть. Вот. Но его показали в Америке, и шуткой года была призна шутка в этом фильме, что человек приходит на кухню, открывает воду в кране, а вода не течёт. Они умирали со смеху. То есть, это было им настолько смешно. Ситуация, когда ты открываешь кран, а вода не течёт, это... Ну, они просто умирают. А для нас нормальная цепь, поэтому ментальности разные, юмор разный. Спасибо вам большое, что уделили время. Сейчас наша программа, к сожалению, подходит к концу. Я думаю, ещё не раз увидимся и в этой студии где-нибудь в других местах. А также на концовку посмотрите, пожалуйста, один из номеров этого дуэта. Нормально, поедите. Она была референтом Химбум в горку с проме, она секретаршей в НИО. На пленуме в райпром, сновы сбыта по стройкоме, она увидала его. Скажите, спросил он мне, кстати, держа папиросы, кого заубак, глава Химбума, Леск, промоторг, ширпотребкомбинате, Невацию я видел на днях. Исма, вероятно, сказала в смущении, она и вздохнула с рюка. Я шла в Мингоск, в райпорг, в распредуправление и стран с расселехозы молока. Той ночью они до рассвета Гуляли вдвоем под луной У края полиграфы, бумко, оплет, звезд мета Где минерай потребовал промострой Шли годы теперь нигде и Один из семер пока в логове сакет Другой воробрас, учпалит и куль на просвете А младший за год в молоке Так, кажется, было все это Вчера лишь весенний порой У края полиграфы, бумко, оплет, звезд мета Где минерай потребовал промострой Пляж, дач, пень, газ, жлоб, строй Облшмяк, рест ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Охлопайте сами себе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА